Каждая книга посвящена одному народу, кроме русских, которая посвящена русским. Первая книга — это «Татары и башкиры», «Удмурты» Пермского края, «Марийцы». И вот две книги посвящены русскому костюму. Но это еще не все, потому что здесь только диалектная лексика, связанная с костюмом. То есть это слова, как в Пермском крае еще называют. Тут есть чудесные слова, например, «фартук манила». Сегодня вся Россия уже знает это слово, как такое чудесное пермское слово. Да, оно наше пермское. И эта книга, вот второй том, она посвящена мужской одежде. То есть это все только про рубахи, штаны, пояса и мужские запоны. Вот женской одежды здесь нет, потому что женская одежда — это отдельная книга еще долго. Несколько томов, да, видимо, будет по женской одежде, потому что там всего очень много, и она очень разная в Пермском крае. А мужская одежда вроде бы она... Скоро на уборник, конечно. Ну, шапки там есть, да. Картузы, войлочные шляпы, меховые шляпы. Но в этой книге вот про мужскую одежду, как известный коллекционер говорит, «Вас, говорит, два сарафана в Пермском крае, вы, говорит, уже три книжки про них написали». Потому что, ну, костюм не очень же разнообразный, да, в Пермском крае. Вот в сравнении там с югом России, где все эти паневы цветные, где более сложный состав русского населения, у нас же... Вот в Гиме была выставка костюмы народов России. Там все цветет. А Пермский край представлен белой рубахой, синий сарафан. Ну, все, косоклинный синий сарафан однотонный, белая рубаха. Все очень скромненько, на фоне Калуги, с крашенными перьями, петушинами, да, с этими паневыми разноцветными, там еще другими головными уборами, с жемчугами псковскими и так далее. У нас все очень так, аскетично. Но, работая над этой серией, мы постарались посмотреть, во-первых, коллекции всех музеев, которые есть в России, которые хранят пермскую одежду. То есть, если по-русски это Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, музеи Пермского края, все, где что-то есть. И поэтому все штаны, которые есть в музеях и в деревнях, по сути дела, их не так много осталось, как вы понимаете. И, кроме того, конечно, здесь тоже иллюстрируются старыми фотографиями, современными фотографиями экспедиционными, потому что мы были достаточно много в этих деревнях, где живут эти народы в экспедициях, и до сих пор ездим туда. Поэтому постарались как можно полнее это все представить. То есть еще что-то выгребается из-за крови? Да, конечно. То есть есть районы, где с костюмом все хорошо, Верщагинский, например. Там еще можно увидеть женщин в сарафанах в обычной жизни, которые дома так ходят, потому что на службы они ходят в сарафанах, например. В Комио округе, даже в русских селах, очень хорошо одежда сохранилась. Ну, еще есть и территории, где как бы с костюмом более-менее в Пермском крае. Есть, где, конечно, за неделю работы, если один сарафан увидишь, это удача. И в традиционном костюме есть мода на какое-то явление. Ну и, конечно, жители деревень наших, особенно пермских, не оставались в стороне от... Во-первых, вот читаешь, есть такое описание Косвинского прихода. Это территория современного, где Косва впадает в Каму. Это Добрянский район. Вот священник в середине XIX века пишет, у нас нет ни одного мужика, который не бывал в Нижнем Новгороде, в Астрахани и так далее. Потому что, говорит, мужики специализируются на Камской лоции, и их всех берут пароходчиками на... Ну, в смысле, лоцманами на Каму. Естественно, они с этих... Да, они с этих поездок, что только не привозили своим женам. Или есть фотографии Ильинского, начала века, где девушки стоят с зонтами, в шляпах. Это деревня Филатова. То есть, эти явления очень чувствуются. Вот у татары, башкира, у удмуртов, например, в середине XIX века в Россию присоединена Средняя Азия. И к нам массово стали приходить кафтаны, вот эти вот адрас, так называемые, который стал у тюркских народов очень популярен. То есть, этих кафтанов очень много в наших татарских деревнях в то время. Это была мода, потом она ушла уже в начале XX века. И сейчас они видят эту одежду и говорят, так это не наша, я говорю, да, не ваша. У вас вся деревня в этих кафтанах ходит. Но татары могли себе позволить это купить, поэтому они эти ткани покупали. А удмурты видели эти ткани у соседей, но они сделали другую историю. Они стали сами копировать эти ткани. Нет, они изобрели технологию такой же вот окраски этих тканей. И у них появилась целая линейка вот таких вот рубах, выполненных вот с этим же типом окраски. Потому что для того периода было очень модно именно вот такая вот расцветка, которая, ну, ткани продавалась на базаре. Ну, то есть это те, кто не мог купить, например, эти ткани. А есть фотографии тех же удмуртов, да, где вот, пожалуйста, в этих же адрасах среднеазиатских, то есть они у них были. Но тут и мехнорки, и многие другие чудеса на молодежной одежде. И, естественно, вот, а в будничной одежде пытались скопировать вот эти ткани. Поэтому вот влияние мода, оно... Ну, костюм при всем, при том, что он вроде бы сохраняется долго, но он все равно очень динамичен, как бы и реагирует на разные проявления. Вот у марийцев тоже достаточно четко можно это посмотреть. То есть у них, например, самая старая одежда – это белая, да, со смещенным воротом. То есть вот здесь разрез не посередине, а сбоку он получается. Да, для меня, причем это загадка, я не... С кем бы я ни разговаривал, кто занимается изучением народной одежды, мне до сих пор никто не дал ответ. Сам я до нее тоже прийти не мог. То есть вот эта вот рубаха, вот она, классическая марийская рубаха. Но при таком разрезе, когда ворот смещен в сторону, и здесь вы видите, он смещен, когда надеваешь такую рубаху, во-первых, рукава разной длины, и она сидит вся на косую, потому что у тебя одно плечо шов в этом месте, а другое как бы в другом месте, да, то есть она асимметрична. Зачем они это делали, я не понимаю. У некоторых рубах, у некоторых рубах она сделана, как бы они, вот пример, то есть рукава разной длины. То есть это, ну, компенсируется как бы, да, то есть чем-то, но плечи-то все равно не на местах. Но потом проходит какое-то время, это самые старые рубахи, а такие разрезы исчезают, и начинаются обычный прямой разрез. Еще марийцы, конечно, Пермского края чем отличаются, что у них головные уборы. Где-то вот у меня тут... Ну, во-первых, вот этот головной убор, который шина-шилыча называется, комарийный платок с носиком таким. Вот, и еще одежда свадебная, когда невеста надевает шапку особую, эта шапка называется, ну, головной убор. Так и я не вижу вот тут этот свадебный комплект. Такой вот очень сложный головной убор. Ну, вот он. Вот такого головного убора тоже нет больше ни у других групп марийцев. То есть это только вот такие... Нет, во-первых, монеты только спереди, и невеста ходит в этой головной уборе только с момента просватывания и до свадьбы. То есть в деревне таких головных уборов было 2, 3, 4. То есть ими пользовались все невесты, потому что это был дорогой головной убор. То есть это не то, что он в каждой семье вот такие-я это было. Да, вот вы замуж пошли, знаете, что там у Матрены такие-я это есть, вы у нее берете... Сушую шапочку, да, ухватить. Да, да, да. И все, вы в ней неделю ходите до свадьбы, потом вам снимают торжественно и надевают уже женский головной убор, который вы носите всю жизнь, а он уже у вас свой. Там только белый. То есть в Мариэл они ушли... Ну, то есть белый холст там пестренью не заменился, вот, а потом уже вместо белого холста стали использовать хлопчатобумажное. Вышивка поменялась, они гладь активно стали использовать, а наши гладью не вышивают. Там розы у них, да, получилось и так далее, и так далее. Хотя Мариэлский костюм, он тоже есть в разных вариантах, но в целом наш очень узнаваемый, именно вот более поздний костюм, вот этот вот красный. Исключительно вот это влияние, с тем, что они 300 лет назад ушли, и контакты уже с республикой были, ну, с основной группой марийцев ослаблены, а вот это влияние пестриди, она же появилась в XIX век благодаря красителям, которые стали в тот период, которые вообще революцию цвета. Это и русские компермяки активно красить все это стали, появились эти пестридиные рубахи. И татары очень сильно изменили костюм, вот эта полицветность, да, которая в XIX веке. И вот эта марийская пестридь очень на татарскую похожа. А так как все-таки основными их южными соседями были татары в тот период, то у меня такое предположение, что это тоже влияние тюркское, вот это вот пестриди. А русское влияние? Русское влияние есть, они очень любили русские пояса, у них есть много терминов заимствованных, в том числе из русского языка, вот, но русский костюм, он все-таки другой, в принципе, по типологии другой. Русские не носят штаны, в отличие от марийцев, женщины и татар, башкир. Женщины марийские носят штаны? Да, да. И в Удмурте пермском крае носят штаны, и татары, и башкиры носят штаны. Только русские с коими-пермяками, женщины не носили под сарафаном штанов. Да, юбки нижние. А самое-то приятное, когда народ шьет костюм и говорит, вот, мы по вашей книжке шили, копию сделали, например, да, то есть вышили точно. Да, то есть, говорит, вот это. Кукол часто делают уже по вот этим книгам, да, сегодня, ну, большой костюм, это же трудоемко, затратно сделать. Вот, а так, ну, и плюс отзывы какие, ну, вот на фольклорный архив, например, на конгрессе фольклористов из Новосибирска тоже сказал, теперь, говорит, хуже-то нельзя издавать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok